европейские ценности и русская мечта сегодня мне снова напомнили про эту статью сначала я отказалась ее читать потому что очень она длинная но таки давайте озвучу борис марцинкевич европейские ценности и русская мечта статья в блогерской площадке завтра точка ру за 7 ноября 2020 года нам все уши прожужжали и про эти ценности и про обязательность устремления россии именно к ним европейские ценности изучают философы и политологи про них пишут писатели строчат журналисты бормочет барматологи европа такая замечательная такая распрекрасная расчудесная в ней текут молочные реки и кисельные берега надо блюсти все ее каноны и расцветет россия а кто этих благ не понимает и не ценит тот ватник и совок вынуждена прожив географически в этом районе мало лет я не выдержал и вернулся в россию поскольку безостановочно слушать тексты про европейские ценности уже не мог все острее становились приступы болезни ухо глаза помните такое это когда слышишь одно видишь совсем другое вот и хочу поделиться тем что видел нет я не про магазины зарплаты и стоимость жкх это и без меня расскажут я про настроение европейцы про то от чего и почему с потоком мусульманских беженцев европе уже не справится собственно ответить можно очень коротко она умирает беженцы только ускорят процесс который начался вскоре после второй мировой для них и великой отечественной для нас европа от многобожия католицизму что такое европа с точки зрения географии климата не очень большая по площади территория с очень хорошим климатом и широты вполне себе умеренные и гольфстрим греет и моря теплые и дождей хватает чтобы почва давала приличные урожаи во многих местах аж по два раза в год испания италия португалия греция здесь никогда не надо было напрягаться до предела чтобы прокормить себя но вот места для растущего населения места для растущего населения становилось маловато и европа нашла способ существования развития надо время от времени сбрасывать излишек населения вовне и почаще грабить всех кто отличен по религии по языку по цвету кожи грабить до тла уничтожать аборигенов и противников до упора при этом сама европа свои ценности и религию меняла что твоя змеюка шкуру по весне греки с их десятками богов выплескивались в покорение айкумены александр македонский рвался захватывать аж индию римляне сменили имена богов но не воинственность не агрессивность не стремление подгрести под себя все страны подряд вычленив христианстве не суть а мысли о покорности человека любой власти европа спокойно переначала и эту изначально едва ли не самую человеколюбивую религию под себя католицизм с его единоначалием абсолютизмом папской власти стал замечательным превосходным обоснованием для дальнейшего развития и укрепления истинных коренных европейских ценностей убей аграбь выкинь прочь всех кто не вписывается в общество благоденствия не убей не укради возлюби ближнего орали боевые капелланы и армии крестоносцев обрушивались на ближний восток на восточную европу блажены кроткие ибо они унаследуют землю блажены миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими завоевали священники шагая по землям южной америки вслед за отрядами конкистадоров и воины кортеса несли истинные подлинные исконные европейские ценности которые тогда еще не так искусно умели прикрывать словесными кружевами вот цитата из письма колумба королевской чете испании золото это совершенство золото создает сокровища и тот кто владеет им может совершить все что пожелает и способен даже вводить души человеческие в рай 1503 год а сформулировано навечно все новые слова приходят и уходят а эти будут звучать в душах европейцев столько сколько будет существовать эта цивилизация запомните эту формулу она сегодня не звучит громко но стерев наносное в миллионах слов европейских политиков политиканов журналистов философов вы с легкостью увидите ее она впечатана в души европейцев навеки ибо отражает высшую цель этой цивилизации личное богатство единственное к чему достойно стремиться единственное чему достойно посвятить свою жизнь от католицизма к протестантству не меняя формулу колумба европейские ценности вместе с колонизаторами в южную америку прибыл и монах доминиканец бартоломео лас касас первый историк нового света один из немногих непредвзятых наблюдателей он описывал какими они были для индейцев конкистадоры индейцы вешали и топили разрубил разрубали их на части мечами сжигали живьем поджаривали на медленном огне травили собаками не щадя даже стариков женщин и детей это и есть истинные европейские ценности не прикрытые лицемерием нравоучения значимости каждой человеческой жизни толерантности и прочих свобода равенства и братства но католицизм был уже тесноват необходимость отчитываться перед начальством в риме становилась обузой возникло протестантство теперь духовного лидера вожака могла избрать себе любая команда европа полыхнула восстаниями но до полного истребления дело не дошло новый свет стал той отдушиной под бурлящим котлом который позволил снова сбросить особо буйное население а великая формула колумба позволила успешно сотрудничать клиентам старых и новых провайдеров из африки в обе америки было вывезено от 5 до 17 миллионов рабов и при этом большом хапке протестанты англичане спокойно поделили сферы влияния с католиками португальцами какой смысл ругаться выяснять отношения если территории достаточно товара полным полно надо усердно работать и тогда самые удачливые смогут добраться до колумбовского идеала разброс цифр то ли 5 миллионов то ли 17 миллионов говорит сам за себя европейские ценности бушевали и в африке по полной программе однако протестантство убедительно доказала она удобнее для того чтобы успешнее нести истинные европейские ценности по всем материкам католики несмотря ни на что индейцы в южной центральной америки физически уничтожить под корень так и не смогли протестанты пошли дальше понесли европейские ценности глубже надежнее посмотрите на сокровище британского музея материальное доказательство и свидетельство того как были ограблены индия африка ближний восток и даже австралия посмотрите на жалкие остатки индейцев северной америки припомните как их травили алкоголем оспой вот это размах вот это по-нашему по европейскому а католицизма вдруг взял да и выстрелил себе в ногу причем не в какую-нибудь там пятку конкретно так в бедро выпустив из себя море крови еще ливонские тевтонские ордена четко нащупали новый край айкумены цивилизовать именем христа мусульманский восток можно нести благою весть на территории нынешней прибалтики с дорогой душой а вот дальше край земли она ведь плоская и на китах лежит дальше лед четкого озера и тем кто попробовал пройти дальше сразу вечная память католики французы решив что протестанты целиком и полностью заняты новым светом решили перепроверить а вдруг тевтонцы врали а вдруг теперь уже можно отечественная война 1812 года это не просто война франции против россии это было столкновение цивилизации европы и цивилизации русской итогом стали не только казаки в париже итогом стало еще и то что европа уразумела христианство как доктрины уже не хватает для оправдания стремления колумбовскому идеалу слишком много красивых слов слишком много недоговоренностей чтобы снова попытаться уничтожить русскую цивилизацию христианство слишком гуманно слишком человеколюбиво для покорения америки африки австралии и индии христианство в двух формах хватало а тут маловато будет дополнительная проверка в крыму показала остановить распространение русской цивилизации христианская европа еще способна вот ограбить покорить уничтожить не получится от протестантства к расизму и нацизму пушки смолкли европейцы напряглись нужно новое учение кого мы били в 1812 французов они рванули первыми к новым вершинам основателем научного расизма стал жозеф де губино в 1855 издавший опыт о неравенстве человеческих рас расизм стал естественным гармоничным этапом развития системы европейских ценностей передовые идеи в кавычках губино были подхвачены и приумножены гюстов лебон арман де катрфаш нитша с его белокурой бестией вершиной развития философской мысли европы стала знаменитая стали знаменитые книги английского аристократа хьюстона чемберлена основы 19 века и арийское миросозерцание сэр хьюстон чемберлен был весьма последователен в исполнении постулатов собственного учения ради того чтобы арийский созерцать он переселился в германию был счастлив тому что перед своей смертью будучи уже смертельно больным частично парализованным успел встретиться с адольфом гитлером это произошло сентябре 1923 года когда до титула фюрер гитлеру было еще шагать и шагать но чемберлен которому в том году исполнилось 67 лет сумел оценить этого человека а вот цитата из его письма гитлеру на следующий же день после этой встречи вас ждут великие и трудные задачи моя вера в немецкий народ всегда была непоколебима однако я должен признать что все мои надежды до сих пор не оправдались своим появлением вы восстановили гармонию в моей душе и вновь подарили мне надежду тот факт что в момент полного отчаяния германия явила на свет адольфа гитлера говорит лишь о том что наша страна по-прежнему остается великой господь до защитит вас и даже провал мюнхенского пути не подорвал веру чем берлина в призвание гитлера в листовке от 1 января 1924 года чем берлин писал гитлер это благословение божие не пустослов а некто кто продумывает свои мысли до конца и бесстрашно делает из этого выводы чем берлин верил в гитлера на уж тот постарался стать его духовным наследником и продолжателем еще раз меняем нога божие на моноте изм форме католицизма европейской цивилизации последовательно и логично шла дальше и дальше от католицизма протестантству от протестантства к расизму от расизма к фашизму и нацизму нацизм не был привнесен в европу откуда-то извне его не навязывали силой нацизм это плоть от плоти европейской цивилизации вершина развития европейской философии вспомните сколько фашистских режимов установилась в европе в двадцатых тридцатых это ведь не только германия но и италия португалия румыния болгария страны прибалтики фашизм и нацизм оказались востребованным всеми кто не успел к разделу колоний или был выброшен из них эти страны хотели приобщиться к европейским ценностям идеал формулы колумба звал и манил а пирог был поделен эти учения были востребованы чтобы на их основе сплотиться в единый кулак и еще раз попробовать опровергнуть грустный вывод тефтонцев попытаться разгромить завоевать покорить русскую цивилизацию в ее советском варианте нацизм как идеологическая основа гитлеровского варианта евросоюза когда нам говорят что 22 июня вермахт вероломно вторгся на территорию ссср нам извините врут ну или если угодно не договаривают итальянские дивизии торину посубе и имени принца амедео 62 тысячи человек венгерская карпатская группа 40 тысяч человек третья и четвертая армии румынии 220 тысяч бойцов юго-восточная и карельская армии финляндии 150 тысяч солдат и офицеров две дивизии 16 тысяч человек дала словакия 4 тысячи хорватов 18 тысяч испанцев составе голубой дивизии полмиллиона человек да и в самом вермахте в едином строю с немцами маршировали австрийцы нынче они ведь себя отчислят отдельным государством а по ходу войны в состав вермахта вливались все новые части во фнсс французы и норвежцы шведы и бельгийцы эстонцы и латыши голландцы и фламандцы я ведь взялся размышлять о ес так наши деды и прадеды уже видели его воочию только назывался он третьим рейхом единая валюта отсутствие внутренних границ единые налоги свободное перемещение рабочей силы капиталов единое руководство из одного политического и экономического центра мы сейчас млея перед экранами телевизоров и мониторами компьютеров размышляем сколь замечательные европейские ценности а вот нашим героическим предкам не до размышлений было они то видели не рекламу не мишуру а настоящие истинные европейские ценности расстрельные рвы зондер команды концлагеря и лагеря смерти грабеж и вывоз всего что попадалось под руку пресловутая мамка кур и млека это и были и есть европейские ценности европейская культура европейский менталитет не выдала мамка что требовалось пуля в лоб выдала но было очевидно что это последние ее припасы пуля в лоб чтоб не стала обузой шок европы от русских целителей чем все закончилось называемый нашими либералами кровавый диктатор сталин довел законно избранного канцлера германии до суицида русская цивилизация харкая кровью от перенапряжения не только сломала хребет нацизма она воткнула штык в глотку европейской цивилизации и это не шутка и не передергивание дойдя до высшей точки развития своей философии европа окончательно убедилась русскую цивилизацию и не победить и не сломать в шоке от происшедшего европа как зачарованная смотрела на развал колониальной системы и не находила в себе сил остановить этот процесс нацизм и расизм то за что могут отвернуть головы а как жить европа с 50-х годов минувшего века в тупике она не понимает в чем теперь смысл ее существования что завоевывать кого грабить ничего нельзя потому что вот эти ватники и совки никуда не делись и попытки вернуться к былому будут остановлены траками советских танков бомбами советских самолетов страшным рукопашным боем так что 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 делать традиционные для европы эстетика и культура идеология в 50-е годы уперлись в тупик интеллектуальная элита исчерпалась оказалась неспособна при предложить новые пути развития молодое поколение штатов породило битничество новая веха суть которого простая незатейливо будь проклята это общество в котором я несчастен а другого и не могло быть старшее поколение оказалось не в силах изобрести точку приложения энергии молодых нечего завоевывать некого грабить можно только участвовать бесконечном разделе того что уже достигнуто научно-техническая революция теряла энергию напор танки и самолеты уже изобретены поразить третий мир чем-то невероятным уже не получалось франция хитрая франция всю войну сидевшая на двух стульях попробовала подергаться но алжир и вьетнам покончили с последними судорогами огнем и мечом завоевывать покорять грабить уже не получалось признав вершину своего развития расизм и нацизм преступными по своей сути ему учениями европа билась безнадежном тупике на смену битникам пришла революция хиппи 1968 года долой буржуазную культуру долой честную работу и карьеру в небытие патриотизм долой лицемерие официальной семьи долой все запреты даешь свободу получать удовольствие любыми способами янки поджары готовы рисковать готовы изобретать на коленке хозяева ревущих моторов куда они пропали они стали американцами расизм и нацизм плохо плохо даже для тех кто отделен от матери европы океаном приняв этот постулат янки уже не могли подавить привычным способом пулеметами движение чернокожих за равные права уже не хватило энергии наглости расстрелять мартина лютера кинга не хотя бы швырнуть его за решетку его трусливо пристрелили чужими руками наступив себе на горло янки дали равные права тем кого они столько лет считали своим движимым имуществом и исчезли став американцами протест против войны во вьетнаме всколыхнувшиеся штаты логическое продолжение этого отступления от заветов предков сдиравших скальп из краснокожих гонявших по плантациям чернокожих превентивно сгонявших в лагеря желтокожих гнавших прочих своих берегов пароходы с евреями в годы холокоста какое славное в кавычках прошлое ушло в небытие европа это повивальная бабка общества потребления европа и америка получили бунт молодых но бунт странный не чита нашему русскому чтобы не пустить молодежь на баррикады старшее поколение нашло только один вариант европа стремительно стала превращаться в общество потребления нет великая формула колумба никуда не делась нельзя ее убрать это ведь ну как из человека выдернуть позвоночник но пусть теперь какая-то часть золота в трансформированном в предметы потребления в виде станет доступна всем берите кредиты дешевые много потребляйте прямо сейчас вам не нравится ценности ваших предков так забейте и на необходимость упорного труда и на накопительство как способ обеспечить разумное потребление пользуйтесь всеми благами прямо сейчас прямо вот тут ведь вы достойны жрать в три горла просто по факту своей принадлежности к золотому миллиарду и молодежь подхватила эту славную идею даешь реализацию законного природного права человека на удовольствие удовольствие здесь и сейчас через наркотики и свободную любовь всех со всеми это и есть счастье и смысл истории новой послевоенной европы и бунт молодежи свелся к отказу от религии от института брака от культуры которую объявили ханжинской бесплатные медицины образования продуктовые талоны гуманитарная одежка и дешевые потребительские кредиты оболванивают европу на наших глазах шутки михаила задорного перестают быть шутками они становятся констатации факта на что ушла энергия европы в семидесятые формирование и мощное развитие движений гомосексуалистов и феминисток чайлд фри примите примитивизацию культуры литературы музыки список можно продолжать и продолжать но вот что удивительно несмотря на все эти новинки европа вернулась на круги своя крестовые походы колонизация прочая агрессия прерывались когда в европу приходила чума оспа еще какая-нибудь пандемия зачем заниматься завоеваниями когда лишнее население ликвидируется без дополнительных усилий идеологическая импотенция европы удар русской цивилизации прекратил даже попытки захватнических войн и мы наблюдаем вымирание европы оно новое ведь нет него ни эпидемии ни голода а население сокращается свобода удовольствия привела к тому что рождаемость в европе падает и падает она вымирает рожать и воспитывать детей фу какая дикость европейский цивилизованный человек и смена памперсов с вытиранием соплей ужас как вам такое в голову приходит господь завещал плодиться и размножаться так это не наш бог он бог дряхлых стариков которые глупы настолько что посещают церкви и вот это все российские либералы называют европейской системой ценностей и вот это все либералы во власти предлагают считать чуть ли не старшей сестрой для российского общества русская культура это часть европейской культуры вы это можете спокойно слышать без желания оторвать башку тому кто это говорит и я нет выставки художественных работ копрофилов обучение техники полового акта в средней школе родитель номер один и номер два а может еще и номера 34 и так далее это и есть уровень цивилизации к пониманию приниманию которого должна двигаться россия вот эти люди без воли без идеалов без устремлений те кто сможет противостоять мусульманской беженской экспансии вы это что всерьез европа умирает в потоках собственных извращений без воли без цельности своего существования да еще есть те кто нутром понимают гибель насти избранного пути но что они могут предложить что они могут противопоставить новому южному потоку потоку беженцев и стран которые сама европа и превратила в руины да ничего нового только обострение своей хронической болезни расизма и нацизма бунты националистов почему это возможно а потому что эта болезнь появилась одновременно с европейской цивилизацией пусть и называлась она тогда по-другому история показала излечить эту болезнь невозможно и ее можно только купировать снять на какое-то время приступы обострения два минувших века наглядно показали и доказали что прививку можно внести в этот гнилой организм только одним способом русским штыком в глотку болезнь ведь никуда не делась мы же наблюдаем ее приступы приступы то там то тут бомбят югославию гибнут сотни тысяч славян уничтожаются православной церкви дробиться на нелепые куски само государство а давайте сделаем вид что мы этого просто не видим в эстонии и в латвии а теперь и украины русское население лишено гражданских прав возможности получать образование на родном языке а давайте делать вид будто верим что прибалты и киевские власти постепенно исправятся разносят в пух и прах страны ближнего востока погружая их средневековье в поле для кровавых гражданских войн всех со всеми в этих войнах гибнут уже миллионы афганцев и ракцев ливийцев и сирийцев а давайте скажем ввс чтобы они этого не показывали о извините а давайте скажем бибиси чтобы они этого не показывали киевская хунта расстреливает из всех видов оружия мирные города посмевший отказаться жить при режиме украинского фашизма а давайте говорить что это россия напал на украину и долдонить что путин виноват в том что кондиционеры стали взрываться кто-то сомневается что я говорю правду об истинных европейских ценностях но тогда откройте свежий номер шарли русский штык главный вклад в европейские ценности а русская культура части европейской а ничего подобного русская цивилизация это единственный лекарь европейской добивающийся успеха раз в сто лет больному становится хуже он собирает все силы в единый кулак собирается силой и получать новую дозу лекарства имена врачей нам прекрасно известны кутузов и раевский жуков и ракосовский барклай де толи и багратион конев и василевский работа этих чудных лекарей и есть главный вклад россии в развитие европейской цивилизации будет новое обострение застарелой болезни европы и мы услышим имена новых русских целителей россия шевельнув плечами вернулась на ближний восток самолетами и ракетами на защиту своих верных союзников и что мы наблюдаем в европе если отбросить мишуру блин похоже доктор заметил наши шалости давайте-ка притихнем и уберемся во своя си какие-то предчувствия с воспоминаниями мучают русские целители для европы если она сорвется в кровавые расистские погромы явятся в этом я уверен и даже могу объяснить по каким таким причинам их этих причин много но главное просто и незатейливо кроме нас некому а географически европа слишком близко нам кровавый бардак рядом с нашими границами не нужен ну а если европа российских погромов избежит то не переварит не ассимилирует южный поток много тысяч лет назад было сказано и есть время разбрасывать камни и есть время их собирать пусть мусульмане камни соберут курган мама над могилой должен смотреться эффектно русская бездна за гранью европейской айкумены почему других лекарей для европы нет а потому что мы изначально другие для европейцев другой на английском языке альинс и у этого слова и есть и другие значения чужой инопланетянин их айкумена заканчивается там где начинались наши леса и степи наш север наши уральские горы за пределами их айкумены ничего нет там начинается бездна бездна в которой мы жили и живем да еще и местами хорошо себя чувствуя если долго всматриваться в бездну из бездны на тебя взглянут русские русские с большой буквы потому что для них наши башкеры и татары тонгусы и калмыки осетины и мордва русские матушка россия приняла нас всех блондинов и брюнетов окающих и акающих верящих христа в аллаха в буду мы шли туда где европеец мог только одно сдохнуть сдохнуть от климата от отсутствия дорог городов и поселков от возможности жить грабежом окрестных народов наши подвиги это не ограбить сжечь убить наши подвиги это афанасий никитин прогулявшийся в индию это казаки челюскин дежнёв ермак это поморы на берегах архипелага северная земля в тринадцатом веке остатки средневековой европы каменные замки которые там строили для того чтобы защищаться друг от друга в сибири замков не было ни от кого было защищаться каждый новый человек здесь был долгожданным гостем это в европе крестьянская семья могла прокормиться своим трудом на своем участке а мы выживали только общинами девять месяцев в году в снегу по пояс три месяца на то чтобы выполнить всю работу на которую в европе можно было тратить год вспахать и посеять дороги в порядок привести дома для растущей детворы успеть построить урожай собрать и убрать на хранение там кропотливый труд без остановок у нас большая часть года на печи чтоб потом рывком по двадцать часов в сутки всем миром а иначе никак иначе сдохнем мы горожане во втором третьем поколении но до этого тысячу с гаком лет только так и никак иначе это там одиночки индивидуалисты человек человеку волк а мы всю свою историю командой ватагой всем селом это у них рыцари влад и закованные для чего пара деревень руду добывала обрабатывала а у нас казачьи сотни до наши атаманы это им тесно да друг у друга на головах за норму а нам от края и до края раз на печи не сидится и шило в ягодице стучится а пара тысяч верст на восток на север на юг то за милую душу и эти пару поколений в городских условиях пока не способны изменить то глубинное что формировалось предыдущими веками нам просто скучно и за дня в день прибавлять какие-то там проценты с десятами к росту экономики зарплат крохи к жилищным условиям социальным благом да это нужно и полезно но это не наш стиль не наш подход наш внутренний русский код требует рывков гигантского масштаба чтобы дух захватывала что у нас самих что не верящих происходящих сторонних наблюдателей любые попытки перевести россию на европейское крохоборство микроскопических процентов благополучия приведут только к одному мы сами себе хребет сломаем скоростная железная дорога от ветера до москвы или от москвы до казани дело нужное но с ним ржд и сколько-то там подрядных организаций справятся нам если у железную дорогу так от калининграда до анадыря причем по заполярию чтобы стоя на берегу берингово моря проорать американцев чего ждем давайте мост или тоннель по-быстрому а потом до сантьяго или чего там у них на огненной земле имеется инстинкт творчества против инстинкта потребления и такие гигантские немыслимые для чопорного запада для не раскрепостившихся востока и юга нужно не только нам но и всем кто живет за пределами нашей русской бездны чтобы сначала сначала рты открывались от неверия потом глаза на лоб лезли от того что они смогли а потом ручонки потные в ввысь а можно и мы а можно и у нас а можно мы вместе или хотя бы рядом постоять подержаться за краешек это у нас мир и стругацких мир ефремова мечтания целковского а их фантастика о будущем про апокалипсис и разных масштабов до нашествия инопланетных тварей разной степени мерзости и свирепости пополам с мечтаниями о золотых унитазах разного масштаба и фасонов личное пользование не явит россия в это этому меру гигантских проектов титанических усилий требующих этот мир вымрет совсем в своей толерантности приземленности даже в том случае если у них не поднимет снова голову нацизм они и дальше сопли жевать будут а для нас нашинская арктика наша арктика извините антарктика тоже наш ядерный буксир чтоб до марса за пару месяцев города на дне океанов и на соседке луне что все сказанное кажется чем-то отвлеченным с реалиями не связанными тогда присмотритесь к информационному феномену по имени илон маск мы можем тысячекратно развернуто доказательно критиковать его бесконечный пиар но вы оцените его воздействие на молодежь едва ли не всех стран его полетом на марс безумным тоннелем наискосок через материк тысячам спутников для скоростного интернета просто верят верят упорно закрывая глаза на любые аргументы самое страшное что может произойти с русским миром это добровольный отказ от мечты от мечты о невероятных невиданных дерзких и масштабных проектах отказ от права на мечту приводит к убийству любопытства главной движущей пружины нашей с вами русской цивилизации отберите у человека мечту и любопытство и вы глазом моргнуть не успеете как человек превратится в квалифицированного потребителя или еще какого-то извините еще какого-нибудь кадавра обитающего в унылых мозгах наших доморущенных либералов либералы без устали бурчат о том что все мы рождаемся с инстинктом потребления но это ложь поскольку врожденных инстинктов не один а два не только желание потреблять но и желание творить за давиде идиотскими фильмами и книгами желание творить и россия окажется наводнена гайдарами да грефами с чубайсами которые пытаются привить на нашу почву идеалы изложены колумбом квалифицированный потребитель из догм либералов это забитое существо способное мечтать только о айфонах номер сто пятьсот и ультра новых портках модных в этом сезоне твари возомневшие себя новоявленной элитой пытаются отбить у нас любопытство и право на мечту встроить россию цивилизованную семью народов заплатят таким деятелям побольше денег или они сами их наворуют они будут из кожи вон лезть чтобы убить русский мир который они не понимают которого они страшатся русская мечта это уже давно не щука в проруби и не конек горбунок это грохочущие турбины новых электростанций это перекрытые реки это дороги поверх вечной мерзлоты рокот космических кораблей покоренный атом цветущие засушливой степи это невиданные никогда в истории корабли за неделю идущие на северный полюс чтобы показать наши детворим макушку планеты это атом покоренный для того чтобы надеть жесткий намордник на любителей учить нас жить и для того чтобы нам за полярной чукотки было тепло и светло русская мечта сегодня растет только на почве знаний только на образовании только на понимании того что лишь человек труда способен обеспечить развитие россии цивилизации который пора уже перестать числить себя всего лишь страной для развития нужна энергия причем энергия не только творчество но и как отрасль экономики о которой я стараюсь насколько могу и насколько получается рассказывать до сегодняшний материал для меня совершенно нетипичен но вот просто захотелось рассказать о том что для меня является основополагающими принципами коллективный запад на предпоследней стадии издыхания однополярный мир невозможен единственная надежда на развитие русская мечта русский мир мнение конечно субъективная нож какое есть полностью соответствует и моему мироощущению мировосприятию борис марценкевич европейские ценности и русская мечта